Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Рассталась с парнем два месяца назад, были токсичные отношения, долго отходил. И сейчас бывают принципы тревожности по утрам, меня тошнит в прямом смысле слова, когда думаю о нем. И переходит на волнение, не знаю, чем это связано. В первую очередь хочется сказать, что вы не задаете вопрос, вас нет. Ну, если вы узнаете, с чем связано, вот, ваша реакция такая, то вряд ли это для вас что-то кардинально изменит. Потому что знание того, почему происходит то или иное, ничего вам не даст, ничего вам не предложат. Это первое. Первый момент. Второй момент заключается, на мой взгляд, в том, что у вас, ну, действительно, если были такие деструктивные отношения, да, вот, то, естественно, вам в этих отношениях было плохо, вот, и, соответственно, многое вами, скорее всего, подавлялось. И, в целом, вот, ну, вот, в целом, если мы говорим о том, что, что вы в себе подавляли какие-то вещи, да, то, естественно, сейчас, на данный момент, ваша реакция связана именно как раз вот с тем, чтобы, выразить, ну, выразить, вот, ваши чувства, выразить то, что вам не нравилось, вот, и связано еще с тем, что вы, вероятно, проживаете сейчас те чувства, эмоции, которые подавляли в себе тогда, вот. То есть, то, что вы испытываете, ну, это в целом, в целом, это нормально. Я думаю, что имеет большое значение помочь вам пережить данное состояние, помочь вам прожить, так скажем, психологическую травму, которая у вас имеет место быть в связи с теми событиями, в связи с теми ситуациями, в которых вы оказались. Вот, и чтобы, соответственно, у вас эти чувства не отправлялись, так как это происходит сейчас, вот. На данный момент, на мой взгляд, у вас имели место быть и имеют место быть не просто, не только токсичные отношения, но и ваши чувства вас отправляют. То есть, много боли, много переживаний, вот, много эмоций, остается как бы, ну, остается как бы в туне, остается невыраженным. Вот, это, собственно, и является, ну, как бы, такой вот ключевой, на мой взгляд, проблематика здесь. В моей точке зрения, в точке зрения, вот, психотерапии, в точке зрения психологии, вот. Да, безусловно, безусловно, вот, смущает вот этот момент, что вы хотите узнать. Из-за чего это происходит? Вот, хотя, вам это ничего не даст и смущает, что, ну, в вашем тексте нет такого запроса на то, чтобы меняться, то есть, чтобы, ну, как-то, вот, работать над собой, да, чтобы, как-то, вот, корректировать, эм, свое состояние. То есть, запросы нет, как-то, на мой взгляд, это большая, большая проблема. Надо сказать, что в отношениях, эм, как вы выразили, токсичных, вы оказались неослушенными. Надо сказать, что, если вы оказались в таких отношениях, значит, на это были, эм, какие-то основания, вот. То есть, по какой-то причине вы, вы, ну, попали в эти отношения. И, соответственно, да, эти основания, эти причины, они, в целом, никуда не делись. Вот, ну, то есть, в смысле того, что они, они остались, они никуда не уничтожили. Вот. И, если вы хотите выстраивать, выстро, выстраивать здоровые и счастливые отношения, то, на мой взгляд, имеет смысл, конечно, имеет смысл, скажем так, заняться корректировкой. Вот. Ну, ну, мне так, вот, по крайней мере, видится данная ситуация. Вот. А здесь, как правило, человек сталкивается с, эм, проблематикой, эм, самооценки. Вот. Здесь, как правило, человек сталкивается с, эм, проблематикой страхов. Вот. То есть, ну, какие, какие могут быть страхи, да? А, эм, в первую очередь страх одиночества, эм, страх, страх оброченности, эм, и проблем реализации. Да? То есть, как бы, вот, это, вот, основная проблематика, с которой сталкиваются, эм, люди, когда, эм, оказываются в созависимых отношениях. Да, кстати, а что вы понимаете по тактичными отношениями? Что такое? Что для вас такое тактичные отношения? Эм, тактичные отношения. Что? Это тоже очень важно, потому что, эм, как бы, ну, сами по себе, эм, токсичные отношения бывают разными. И, в общем-то, у них, эм, могут быть, эм, разные, эм, как бы, скажем, оттенки. Ну, вот. И, конечно, идеально, если бы вы рассказали о том, эм, что именно происходило. Эм, ваша реакция, я имею ввиду, телесная, психосоматическая реакция, эм, на мой взгляд, связана со следующим. Эм, ваша реакция, на мой взгляд, связана со чувством отращения. Эм, 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 то есть, тоснота это отращение, подавление отращения. Ну, вот. Ну, соответственно, возможно, у вас, эм, как раз, умеет место быть, эм, запрет на проявление и выражение отращения. Вот. Эм, не очень это хорошо, эм, потому что человеку отращение нужно. Эм, эм, таким образом, эм, человек выражает и проявляет, эм, в том числе, эм, свои личные границы. Эм, через, отвращение, это важно понимать. Эм, вот. Эм, вот. Поэтому необходимо учиться, трансформировать, эм, вот. Эм, вот. Эм, вот. Эм, вот. Эм, вот. Эм, вот. что бы более такое корректное, а что-то более такое конструктивное, что давало бы вам ресурс, энергию для выражения и проявления себя. Ну и проработать те проблемы, о которых я уже сказал. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. И вот, что, наверное, хочется сказать отдельно, это то, что бы вы не откладывали обращение к психологу на потом. Чтобы вы все-таки занялись собой, чтобы вы все-таки занялись своим, вот так скажем, психологическим здоровьем. И смогли бы позаботиться о себе. Вообще учиться, учиться в заботе о себе принципиально такое, принципиально важно направление в психотерапии, потому что, в том числе, то, что происходит с вами сейчас. Это следствие отсутствия этой самой заботы. Научитесь, я думаю, все будет более-менее неплохо. Удачи вам!